Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, наша первая с тобой встреча. Соответственно, неделю мы открываем. Сюжет прежний, техника, фундамент и, соответственно, обсуждение самых актуальных нынешних возможностей. Делимся, друзья, с вами информацией, чтобы у вас к вашему собственному видению был какой-то дополнительный на фон для принятия инвестиционных решений. Не значит то, что нужно слепо следовать всему, что мы говорим. Мы с Виталием только лишь, опять же, пытаемся детализировать и новостной фон, как бы наложить это и на фундаментальные особенности, нюансы текущего рынка и подсветить вам как раз и технически, где хорошие уровни, к которым стоит присмотреться, с которых можно действовать, где поставить ступлот, где тейк-профиль. Ну что, прошлая неделя, она, в принципе, если говорить про рынок в целом и про то, что происходит с долларом, потому что доллар это тоже как флагмусовая бумага, мы видим продолжение тренда и я предлагаю туда демонстрации. Индекс доллара, который мы традиционно открываем эфир на ваших графиках, сейчас в экранах, где 101,67 текущие котировки, соответственно, рост продолжается, тренд мощный, подходящий, на прошлой неделе ключевым фундаментальным событием стало выступление Джерома Паула, председателя американского регулятора, в рамках такой панельной сессии, дискуссии с Кристиной Лагард на мероприятии Международного валютного фонда. И большую часть прошлой недели, буквально до среды, мы получили представителей американского регулятора, которые касались темы повышения процентной ставки, и каждый раз, как бы, все как один подтверждали готовность отдать свой голос на следующем заседании за то, чтобы ставку повысить, причем сразу на 50 боистых пунктов. И логическим завершением всего вот этого стало выступление как раз Паула, который также позначил, что на заседании, кстати говоря, в следующей неделе уже, в среду, то есть ждать осталось совсем недолго, ставку повысит, повысится на 50 боистых пунктов. По мнению Паула, это будет лишь одно из нескольких решений такого формата, потому что ужесточение политики – это вот новый цикл и тренд, который направлен на замедление темпов роста инфляции и предотвращение перегрева экономики. Не касалось, кстати, вопроса ужесточения монетарной политики в плане запуска программы количественного ужесточения. Небольшая тавтология получилась, но это как бы антоним программы количественного смягчения. Когда сначала во время ковида, мы помним, ФРС активно скупал обликации, сейчас он планирует начать их обратно скидывать. Предварительно ранее обсуждались объемы примерно по 95-100 миллиардов в месяц, но теперь нужно дождаться непосредственно самого заседания американского регулятора и послушать, что ФРС думает сам по этому поводу, потому что нужна конкретика как раз и по этому вопросу. Хотя вот рост доллара на прошлой неделе, он был частично связан еще не только с тем, что ФРС вот-вот буквально через неделю повысит ставку на 50 байсных пунктов, но и как раз многие те, кто прям одолтелось, скупал доллар, были абсолютно уверены в том, что в среду как раз ФРС и анонсирует запуск программы количественного ужесточения. Кстати говоря, повышение ставки на 50 байсных пунктов произойдет впервые с 2000 года. Повышение ставки априори как таковое на двух заседаниях подряд впервые с 2006 года. Вот такие вот исторические параллели, которые интересно проводить, потому что это подчеркивает значимость этого события и, возможно, более активные движения и активную реакцию трейдеров на такой новостной фон. Можно ли сказать, что индекс доллара сейчас уже все заложил в курт? Да, индекс доллар очень сильно вырос. Частично, возможно, уже и заложено все в котировках индекса американской валюты. Но все-таки я думаю, что прежде чем можно будет говорить о том, что пора бы все-таки уже чей знать и продавцам дать дорогу, может быть, мы увидим максимумы, которые ранее видели во время ковида. То есть это в районе 103-104 пунктов. Поэтому я по индексу доллара, как долгосрочная сделка, друзья, рекомендую смотреть как раз на вот эти вот уровни, которые находятся где-то там еще выше. Европейская валюта, собственно, это часовой таймфрейм. Мы видим то, что следом за ростом курса американского доллара евро развивает коллекционную динамику. 1,0724 сейчас, лоу, был там почти на отметке 1,07. Но сейчас-таки будет точно, скажу так. Так, одну секундочку. 1,07-0,6. Ну, практически, да. Протестировали мы в уровне 1,07. Я частично закрылся на отметке 1,0750. Теперь жду 1,07. Хотя, учитывая, как лихо сбрасывают евро, как активно растет доллар, может быть, даже пересмотрю точку потенциального окончательного выхода и попробую евро посидеть еще пониже. Тем более, что пока идет тренд. По поводу выборов. Макрон следующий президент. На следующие 5 лет, по-моему, все-таки как-то я комментировал, что 4 года. Ну, вроде как на 5 лет избирают президента. Это принимает хотя бы один риск сейчас с перспектив валютного блока политический. Конечно же, если бы Мари Липен оказалась в лидерах, то кто знает, где бы евро сегодня открылся, во-первых, и где бы он был сейчас. Что касается дальнейшей динамики, я рекомендую смотреть сейчас, как уже отметил, на инструмент, с которым евро коррелирует на 100%, на индекс доллара, ждать заседания американского регулятора. Сильнее фундаментального фона в ближайшие полторы недели, как буквально до следующей среды, чем заседания ФРС, точно не будет. Поэтому всем будет сейчас манипулировать и руководить как раз доллар. По евро жду несколько слабых релизов очередных, опять же, сегодня. По-моему, еще ИФа не был опубликован, но буквально дай мне секундочку, тоже у меня экономический календарь открыт. ИФа – это бизнес-оптимизм, который, да, вот 51 минута буквально до выхода этого отчета. Цифры, скорее всего, разочаруют, потому что ранее был институт ЗЮ, такая же оценка, более объективная, правда, многих считают. Я склонен рассчитывать на то, что сегодняшний очередной слабый релиз станет причиной дополнительного давления на евро. Плюс ко всему, если вы следили за теми рекомендациями, которые ранее давал, я также смотрел на рынок нефти, правда, ждал, что все-таки рост станет выбором инвесторов, и черное золото будет расти. Но максимум, который мы видели на прошлой неделе, в районе 115, он не удержался, и, в принципе, вот с тех пор идет коррекция, и сейчас бренд снова приближается к поддержке 100 долларов за баррель. Основной риск, скорее всего, связан как раз с ситуацией с ковидом в Китае, это опасения за спрос. Периодически всплывает эта тема, и в зависимости от того, кто в этот момент торгует из хеджеров и инвестфондов. Вот мы видим в соответствии с этим и реакцию, бурную или не очень. Я сторонник того, что ниже 100 долларов за баррель все-таки бренд сейчас вряд ли уйдет, потому что есть также факторы, которые ограничивают дальнейшее снижение. Это беспорядки в Ливии. Кстати, мы с тобой обсуждали эту тему в прошлый раз. Кому интересно, друзья, можете пересмотреть прошлый эфир. Запасы, которые снижаются в США, причем снижение запасов на прошлой неделе стало максимальным за полгода, по-моему. Новые санкции, которые могут быть включены в шестой пакет экономических ограничений против России. И поскольку все-таки события в Восточной Европе так и не заканчиваются, по-прежнему я бы и не стал обозначать какую-то высокую вероятность дипломатического регулирования. Конечно же, вот эта санкционная риторика Запада будет только усиливаться. Поэтому если вам нужен какой-то фундаментальный глобальный риск, либо фактор, скажем так, который может повлиять на рынок нефти, не нужно недооценивать возможность значительного роста котировок брендов WCI. Если решение об эмбарго все-таки будет принято. Либо, возможно, не всем Европейским Союзом, учитывая, что многие страны очень сильно зависят от поставок российских углеводородов. И прежде чем вводить этот эмбарго, нужно найти альтернативу. Но какие-то страны могут пойти дальше всех, дальше прочих, и в одностороннем порядке для себя, ценой серьезных экономических потерь, но принять решение о прекращении закупок российских углеводородов. Это все разговор о дефиците предложения потенциальном, который еще и может усилиться, если взятие за основу оценки того, что дефицит уже есть. Это, кстати, последний доклад и Международного антического агентства. И ОПЕК тоже две недели назад подчеркивали, что дефицит из-за недопоставок России, он уже где-то в районе от 1 до 1,8 миллионов баррелей в сутки. Короче, друзья, для рынка нефти я рекомендую смотреть на уровень 100 долларов за баррель. Это как сделка для байлимита. Стоп-лосс на отметку 97 и ждать повторного роста в районе 115. Так, золото 1920 долларов за тройскую унцию. Я попытался выкупить с уровня 1930, очень рискованная сделка была, потому что золото очень быстро валилось и закрылся по ступуту около 10 долларов. Пока новых сделать не будет. Посмотрим затем, как рынок золота поведет себе дальше, на что будет реагировать. Но, судя по текущему обвалу, все-таки рост доходности облигаций и укрепление доллара – это главная сила для золота. Так, и еще пара доллар-канадец была. Я рекомендовал сделку с LDI уровень 1.26.20 и стопом на уровне 1.27.70, точнее, 2.6.70. 50 пунктов. Сделка была закрыта по стоп-лоссу. Новых рекомендаций по канадцу пока что не будет. Нужно дождаться все-таки возобновления роста рынка нефти. И следующее заседание канадского регулятора, по мере приближения которого, надеюсь, снова усилится риторика того, что канадскому регулятору пора повышать процентную ставку еще один раз. Короче, на долгосрок все-таки в отношении канадца я больше оптимист и покупатель, но пока что фокусируюсь на европейской валюте, на индексе доллара и на рынке нефти. Виталий, слово тебе. Спасибо. Так, всех приветствую. Давайте пройдемся по прошлым недельным идеям. Обсудим свое видение по рынку. Да, по поводу вот этих процентов ставок, как ты отметил, и Павел я тоже читал и писал аналитику. У меня тоже там есть одну колоночку пишу по фундаменту, тоже немножко отслеживаю, ну, так больше, как обзор. Конечно, попадут они с этим поднятием ставок в формате долгосрочных перспектив, мы это понимаем. И они это понимают, тоже Павел, тоже такую тезис сказал, что они очень-очень аккуратно пытаются это все делать, потому что понимают, что поднятие процентов ставок до таких больших величин, да, до конца года, возможно, в сумме до двух процентов, да, уйдет. Это негативно повлияет на экономику и на финансовые рынки, поэтому они очень-очень это аккуратно. И сам даже такой тезис также отметил один, что они сами понимают, что не все так легко ФРС сделать, да, чтобы там подняли ставку, а это все, скажем, снизит инфляцию. Это все очень сложно, то есть экономика это такая фишка, знаем японцы, да, в которых нам инфляция на нуле уже давно, наступают все активы и так далее. Итак, по рынку, евро-доллар в среду давала рекомендацию на покупку, в принципе, неплохо отработалась, покупали мы где-то в районе 1.08.10, со стоплосом за вот этот минимум. Ставились локальные цели, как возможно, и, возможно, более глобальные, но локальные цели неплохо отработались, мы сделали более 100 пунктов, как раз до классического уровня сопротивления в районе 1.09.30, мы практически это все сделали, возможно, было на этом сильном уровне зафиксироваться. Ну, дальше после того, как сильно скинули, понятно было, что, скорее всего, пойдет пробой, но я это уже, скажем, пропустил, как это было этой ночью, скажем, вот эти все пробои. На текущий момент, пока явнее рынка по данному инструменту, пока мы ниже 1.08, возможно, дальнейшее снижение, нужно будет по факту уже смотреть, что будет происходить на текущей неделе, возможно, какая-то ситуация изменится. То есть, какая область поддержки 1.08, 1.0760, посмотреть, как мы будем дальше торговаться, возможно, какие-то отскоки будут больше данного уровня, если мы будем закрываться, какой-то ложный вынос, как было на прошлой неделе. То есть, мы пытались пробить уровень 0.08, то есть, здесь была какая-то подка ложного выноса, и мы отбили. То же самое, возможно, спекулятивно здесь работает. И так далее. Пока я вне рынка по данному инструменту, диверсия еще сохраняется на тневках, дополнительно еще нарисовалась. Пока вот так. Дальше. По поводу нефти. Мне кажется, что нефть будет падать. Как я уже раньше говорил, что у меня есть два актива, ну, точнее, три. То есть, нефть, что я вижу, среднесрочно шорт, золото среднесрочно шорт, индекс доллара среднесрочно шорт, но пока отрабатывается только, ну, скажем, локально нефть и локально золото. Да, индекс доллара пока, ну, по нему практически нету сильных сигналов на разворот индекс доллара. По нефти. Ну, вот здесь видно, что идут понижающиеся максимумы. У нас был в марте один максимум, исторически, так скажем, за последний год. По второй половине марта и на текущий момент мы даже не смогли пробить вот этот новый максимум. Возможно, еще будет какой-то оскок, где-то, я думаю, какой-то, возможно, треугольничек здесь дальше будет. Но одно я, что вижу, что нефть, скорее всего, нужно шортить. С текущих цены, конечно, так себе. Неплохие были в районе, там, 1809. Но набирать шорт-возможность текущих, если получше, добирать с целью 97 вот этот уровень поддержки. И когда мы уже подойдем к этому уровню поддержки, возможно, будет какой-то оскок. Но нужно будет за этим уровнем следить. Я думаю, что если здесь нарисуется хороший паттерн, то мы его будем дальше пробивать. И здесь уже падать есть куда-то, на 90, на 80. И, возможно, нет. Потому что вот здесь такое сильное накопление. Под каким соусом это фундаментально будет, посмотрим. Но у меня ощущение, что будет пробивать вниз. То же самое по золоту. Напомню, ниже 1965 я предлагал шортить. Первый раз мы пробовали шортить, это получили стоп. Второй раз с стопом получился неплохой плюс. Мы сделали локальные цели в районе 1912. Здесь есть такой неплохой уровень поддержки, лимитный. С прошлого раза мы с него показали локальный максимум. И здесь тоже нужно следить по золоту. Если здесь будет какая-то такая проторговочка на пробой, то ниже 1910 можно пробовать шортить золотом. Низ, там, на 1860, ну, 1850 и ниже. Это первый вариант на пробой. Или второй вариант выставить селл-стоп. Или второй вариант это на каком-то отскоке. Примерно 1950, возможно, 1965, если дадут еще раз. Пробовать там шортить повыше. Вот такие варианты. Но мне кажется, вот это накопление, оно будет на дальнейшее снижение. Дальше, что у нас еще было? Было S&P 500. Я уже раньше говорил, нужно каждый день какие-то прогнозы менять. Раньше я шортил, потом локально здесь показывали пробой локального уровня сопротивления. Мы его пробили, локально отработали. И когда происходил ложный вынос этого уровня, как раз со своими учениками, подписчиками, до этого я рассматривал покупки. И после ложного пробоя момента, это как раз на... Вот когда Павел выступал, я видел, что рынок уже начинает снижаться. Это S&P 500, там, биткоин, эфир. Там была аналогичная картинка. Они ходят одинаково. Я дал, скажем, сигнал на то, что скорее здесь нужно шортить мой снижение. То же самое здесь на пробой видно было. Поэтому вот это накопление, которое было, оно себя отработало с текущих уже. У меня, скажем, никаких рекомендаций пока не будет. Потому что мы свое уже отпадали. Здесь нужно посмотреть, что мы дальше будем рисовать. То же самое на биткоин. Вот ложный пробой мы в моменте пробивали, неплохо там отрабатывались. Ложный и вниз. На текущий момент по биткоину пока за снижение. То есть я вот здесь советовал на шорт ребятам своим. И на пробой обсуждали еще в прошлой неделе на уровень поддержки 39 плюс-минус. Что будем пробивать с текущих. Возможно, тоже пробую чертить. Уже чуть пониже. Все, что ниже сегодняшнего максимума, который был 39,700. Я пока рассматриваю на снижение. Возможно, будет падать там в районе 37,000-36,000. Возможно, ниже по биткоину. Аналогично эфир. Здесь очень красиво было. То же самое, что от уровня 31,000. Точнее, 300. По Фрейду говорилось. Но, возможно, будет 31 по эфиру. И пробили как раз поддержку. Тоже обсуждалось с ребятами. Мы сейчас проходим. Ну, скажем, есть два стиля торговли. На отбой от уровня стандартный. Мы как раз отбой от уровня ложный делали. И на пробой уровня. То есть уровень поддержки. Я аналогично вижу, здесь аналогичная картинка. По золоту, возможно, нарисуется такое. И по нифти. Но это нужно ждать. Я на опережение говорю, что я за снижение по золоту даю рекомендацию. И по нифти. То есть кто торгует эти волатильные инструменты без каких-то сильных поддержений. Возможно работать. Но лучше, скажем, что-то красивое было. Поэтому здесь аналогично. По эфиру, ну, достаточно падали уже. Две тысячи практически от уровня. Поэтому пока я не вижу, скажем, каких-то предпосылок для покупок. По данному инструменту. Ну, пока все у меня. Виталий, спасибо за рекомендации, за точки зрения, за сделки. Ну что, тренды определены. Сделки, собственно, анонсированы. Следим за тем, как поведет себя рынок. Отчеты будут, друзья, в том числе и для среды, которые повлияют, конечно же, на курсы американской валюты. Но, как я уже отметил, сейчас все будет зависеть от того, как участники рынка продолжат или нет, закладывать на индекс доллара возможности для роста в свете предстоящего заседания американского регулятора, на котором ставку повысит. Мне тоже очень интересно посмотреть, как рынок поведет себя дальше. Насколько еще сильно испугается американская фонда, потому что там уже уровень по S&P 4200 и 3000. И согласен с тобой, что между рынком криптовалюты и фондовым рынком сейчас очень высокая корреляция. Поэтому, если ищете точку входа по крипте, я думаю, что она будет оптимальная для покупок, наверное, еще не скоро. Я очень давно для себя поставил в качестве цели Bitcoin 30 тысяч долларов. Вот тогда был относительно недавно 34, потом, правда, он снова восстановился до 45 тысяч. Сейчас вот идет повторная продажа. Надеюсь, что в этот раз добьют на 30. Ну, это 5 копеек от меня на долгосрок. Виталий, спасибо тебе еще раз. Тогда хорошего старта, начала недели. Увидимся в среду. Пока. Ну, пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok